Это камбоджийские беженцы-гастарбайтеры. Они работают уборщиками в отелях либо строителями. Их рабочий день длится 10-12 часов. Камбоджийцы, нелегально живущие и работающие на Качанге, вынуждены оставлять своих детей дома без присмотра или брать их с собой на работу. Десятки камбоджийских детей не могут ходить в школу. В тайскую их не берут. На частное обучение денег нет. Поэтому большинство маленьких камбоджийцев неграмотны. Так было до 2008 года, когда голландский фонд «Стади Бадис» открыл на Качанге школу для детей камбоджийских беженцев. Чтобы дать им бесплатное образование, специально наняли учителей. В эту школу приезжают педагоги-волонтеры со всего мира. Привет всем, меня зовут Джулия. Я волонтер в этой школе на некоторое время. Школа маленькая, но все равно иногда бывает трудно из-за языкового барьера с детьми. Работа в школе для меня – хороший практический опыт. Детей обучают тайскому и английскому языкам, а также математике, чтению и географии. Музыка. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Маленьких камбоджийцев в школе бесплатно кормят. Дети сами принимают участие в приготовлении пищи. Зачастую школьные обеды – единственная возможность поесть для этих детей. Некоторые из них выращивают овощи в собственном садике, выводят рыбу. Местные жители и туристы иногда жертвуют для детей рис, молоко и другие продукты. К сожалению, мы не можем дать этим детям многое, говорят организаторы школы. Ведь часто их родители приезжают на остров всего на несколько месяцев, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Тем не менее, обучение необходимо, чтобы эти дети, повзрослев, не оказались на улице. Камбоджийская школа расположена на берегу Клонг-Прау, и туда легко можно попасть пешком или на мотобайке. Этот маленький центр знаний необходим детям камбоджийских беженцев на Качанге. Но школе нужна помощь. Каждый из вас может поддержать детей, сделав пожертвование. Вся подробная информация на страничке в Фейсбуке или звоните. Телефон на экране. Субтитры создавал DimaTorzok